Друзья, привет, с вами Джамбу Макс и в этом видео я хотел бы поговорить о политике двух компаний по поводу консолей восьмого поколения. В этом видео расскажу о той самой политике, поговорим о минусах и плюсах, ну а также разберемся, что делать с тем, у кого консоли Xbox One и PlayStation 4. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, если вам нравится такой контент. Спасибо и давайте начнем. Все мы знаем, что новое поколение уже на носу и его релиз на данный момент ожидается где-то в конце этого года, ну если конечно же ничего не изменится. Поскольку у компаний в связи с нынешними мировыми проблемами, к сожалению, очень резко и внезапно меняются планы. И те, кто следит за игровыми новостями, знают, что нынешнее поколение консолей по сути должно потерять актуальность с выходом нового, как это впрочем всегда и было. Но в этот раз две компании выбрали совершенно два разных пути по этому поводу. Если глава PlayStation, поднимая вопрос поколений, намекнул, что на консоли PlayStation 5 будут игры, которых не будет на PlayStation 4, то Microsoft уже как полгода, а может быть даже и больше, выдвигает иную стратегию поддержки старых консолей. И уверяет, что все эксклюзивные игры от Microsoft Studio, ну уже конечно же от Xbox Game Studio, будут выходить на 8 и 9 поколения около одного или двух лет. Обращаю ваше внимание, что речь идет только о играх внутренних студий. То есть мультиплатформные игры сюда не относятся и, к примеру, за ту же батлу никто ничего не обещает. И разработчики могут ее спокойно выпустить только на новые консоли, а именно на PlayStation 5 и Xbox Series X. То есть выбор чисто лежит на самих студиях. Предлагаю вам разобрать две этих стратегии чуть подробнее и выяснить, где будут плюсы, а где минусы. Начнем с Sony и к их жесткому переходу на новые поколения. По моему мнению, данный шаг правильный с точки зрения прогресса новой консоли. То есть таким путем Sony просто скидывает в себя якорь в виде PlayStation 4 и уже на полную мощь использует все новые технологии в новых играх, которые выйдут на PlayStation 5. Как это отразится на пользователях? Все просто, таким исходом мы намного быстрее увидим разницу в поколениях, поскольку разработчиков ничего не будет держать, чтобы применить новые технологии. Данное решение очень понравится тем, кто уже решил перейти на новое поколение в ближайшее время после ее выхода, поскольку у него будет новая консоль с новыми играми, которых не будет нигде, кроме как на PlayStation 5. Ну, по крайней мере, в ближайшие годы, если их опять не сольют на ПК. И сами игры должны быть значительно лучше технически, чем они были бы на PlayStation 4. Разбираясь в решении Microsoft, становится не все так понятно. Но намечается лишь одно. В ближайшие года в эксклюзивах может быть очень маленькая разница по сравнению с новым и старым поколением, поскольку Xbox One со счетов списывать сразу они не хотят, и эксклюзивные игры будут выходить и туда, и туда. А это, между прочим, весомый якорь, который отбирает время разработки. Многие из вас, наверное, спросят, а почему они не хотят ее списывать со счетов? Ведь она слабая, там никакое железо, офигеют от оптимизации и так далее. В принципе, я также думаю, но у Майков есть небольшая проблема в виде версии Xbox One X, которая, в принципе, мощная, вышла не так давно, но относится к консолям восьмого поколения и является также консолью Xbox One. К сожалению, из-за своего позиционирования и из-за своих высказываний, они рискуют потерять большую часть пользователей, которые купили Xbox One X совсем недавно. Поскольку народ, в большинстве случаев, у нас не умеет читать, слушать и воспринимать информацию так, как она есть. И многие купили Xbox One X в надежде, что она будет тянуть новые игры за счет своего железа, ведь она мощная. Но так, к сожалению, уже не будет. И в случае, если майки поступят так же, как и Sony, пользователи их могут просто заклевать. И поэтому, мне кажется, что они и пошли на такой шаг поддержки эксклюзивных игр. Так скажем, они просто выбрали более плавный переход между поколением. Но, несмотря на него, я просто уверен, что майки всяческим образом будут пытаться перевести обладателей старых консолей на новые, поскольку, ну не зря же они их делали. И поэтому, я уже не так уверен, что Microsoft будет поддерживать эксклюзивными играми старые консоли именно 2 года. Ну, поскольку майки уже не раз нам доказывали, что какие-либо заявления от них могут в какой-то момент просто переиграться. Ну, к примеру, как это было с выходом обновления Windows 10 Mobile, абсолютно для всех смартфонов, которого, к сожалению, так и не было для большинства. Очень важная и неотъемлемая часть консоли Kinect, которая померла буквально через год и тому подобное. Короче, это просто бизнес. Чем данные решения положительные? Лишь поддержкой обладателей старых консолей. То есть, купив One X или One S, некоторое время данные пользователи могут радоваться совершенно новым играм в виде эксклюзивов. Да, какая-то мультиплатформа будет выходить и туда, и туда, но некоторая все-таки перестанет входить. Но в эксклюзивы, по их словам, можно будет поиграть и на старых поколениях около двух лет. Опять же, около двух лет это еще не факт. А минус тут кроется в том, что из-за этого мы либо не увидим огромной разницы в визуальной части игр, либо же будем просто получать немного слабые игры в плане оптимизации. Поскольку майкам придется оптимизировать одну игру по целых шесть игровых платформ. Просто вдумайтесь. Да, по словам разработчиков, это сделать не так сложно, поскольку есть соответствующие инструменты для этого. Но опираясь на опыт, который был при жизни Xbox One, даже без консолей нового поколения, мы иногда получали проекты с не очень хорошей оптимизацией. И надеяться на то, что везде и всегда будет работать все идеально, я бы в этом случае не стал. Да, может конечно же майки переосмыслят свой подход к играм и действительно сделают все и везде идеально, но кто им не давал это делать раньше? Большой вопрос. В этот же момент можно вспомнить PlayStation 4 Pro, которая также является мощной консолью. И по сути их должны заклевать за это решение. Но хочу отметить, что пользователи PlayStation никогда не думали, что PlayStation 4 Pro войдет в новое поколение. И изначально понимали, что когда будет PlayStation 5, PlayStation 4, Slim, Pro уйдут на покой. Опять же, виной всему это позиционирование консолей и умение пользователей воспринимать информацию. Поскольку, опять же повторяясь, многие ее воспринимают хрен знает чем и даже мои видосы этому показатель. Что делать в этом случае пользователям, у которых обычные консоли, а именно консоли восьмого поколения? Да, в принципе, ничего. Если вы хотите идти нога в ногу с новыми играми, то лучше все-таки копить на новое поколение, поскольку нынешнее поколение консолей через какое-то время, даже несмотря на свое железо в мощных версиях, когда-нибудь перестанут получать новые игры. Кстати, насчет этого перехода. Если же толчок к переходу на PlayStation 5 точно дадут эксклюзивы, которых нигде не будет, кроме как на этой игровой консоли, то к переходу Xbox Series X мощный толчок даст мультиплатформа, которая с выходом нового поколения может заметно урезаться для старого. Если кто-то не понимает, о чем речь, то просто загуглите разницу в Call of Duty Black Ops 3 между Xbox One и Xbox 360. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если что, версии для Xbox 360 даже компанию не завезли. Плюс уже подтверждено, что некоторые игры будут только на новое поколение консолей. Опять же, очень хочу выслушать ваше мнение в комментариях по поводу этих вот стратегий. Какой вы больше всего придерживаетесь? И какая, по вашему мнению, стратегия более правильная? Короче, напишите свое мнение в комментариях. Я же, отвечая на этот вопрос, свой ответ точно сказать не могу. Поскольку для меня, как для пользователя, который решился перейти на новую консоль сразу же после ее появления, хотелось бы получить заметную разницу в играх и нечто новое, что я бы не смог бы получить на старом поколении. Поэтому политика Sony мне здесь чуть ближе. Но в то же время, я понимаю, что обладатели Xbox One X, которым за счет своего железа дали надежду, что она будет тянуть там новые игры, кидать тоже не стоит. Поскольку, получается, срок актуальности у нее был весьма маленький. И за счет экзов этот срок можно слегка растянуть. С другой же стороны, как бы ты не растягивал срок актуальности, технологии развиваются крайне быстро, и вряд ли получится это сделать на реально большой срок. В общем, лично я в любом случае решил, что перейду на новое поколение, как оно только появится. И сделаю это в основном на консоль Xbox Series X. В общем, вот такие вот новости. На этом все. Если вам понравился данный ролик, то с вас лайк, подписка на канал. Не забывайте писать свое мнение в комментариях. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok